В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзия Кубова представили новые издания, посвященные истории, культуре и археологии памятникам крымских татар. Это четвертый том свода памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар, первый и третий том собрания сочинений Усина Баданинского, полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, язык одескирских книг Крымского ханства и ханских ярлыков, а также армия Крымского ханства. Все книги подготовлены Крымским научным центром Института истории имени Марджани совместно с КИПО, Государственным Эрмитажем, Бахчисарайским музеем-заповедником и библиотекой Гаспринского. В условиях пандемии нам удалось подготовить эти издания. Полагаю, что эти книги должны внести свой вклад в историю крымстарского народа, в историю культуру крымстарского народа. Я думаю, что будут полезны не только для ученых-следователей, но и для обывателей. Одно из самых популярных изданий Крымского научного центра – многотомник «Свод памятников». Его четвертый том посвящен памятникам города Эскихарам, который в прошлом был важным стратегическим центром полуострова. Крым, и вот здесь Александр Ильич может не опланировать, это все-таки мост в Средиземноморье. И это было всегда с ранней античной эпохи до Средневековья монгольского периода. Включительно и в этом смысле Салхак безусловно является частью этого моста в монгольское время. Одним из ярчайших этапов изучения Старого Крыма, археологии Старого Крыма, это были экспедиции 20-х годов в Союзной Ассоциации Востоковения совместно с Большесарайским музеем. И там одну из ключевых ролей играл Усиин Д. Бодонинский. Материалы Усиина Бодонинского Крымский научный центр издал уже тремя томами. Работа над ними велась много лет. К сожалению, наследие Бодонинского уцелело не полностью, поэтому ученые собирают материалы по крупицам в фондах музеев и в архивах. Это и дневники экспедиции, и этнографической экспедиции 25-го года, и археологической экспедиции в Старый Крым 26-28 годов. Большой пласт описей, ранее не опубликованных археологических описей из Старого Крыма. Это мечеть, раскопки на мадресе узбека. Еще одна интересная книга, представленная Крымским научным центром, монография языка детских книг и ханских ярлыков. Кандидата филологических наук Олега Рустемова. Юридические документы, которые описывают, в которых зафиксирована та или иная тяжба, достаточно интересная и любопытная, тяжба там, она написана своеобразным языком. Языком, который является как бы отчасти разговорным. Там очень много косвенной или прямой речи, когда злит вопрос, когда там выступает истец, заявляет о каких-то там своих ущербленных правах перед судом. На презентации представили и полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, куда вошли очерки, статьи, редакционные заметки, опубликованные просветителем в газете «Терджиман» за 1887-1990 годы, а также монография «Армия Крымского ханства» Амета Шейхумерова. В эволюционной России еще выходили работы «Муфтизаде» о службе крымских татар и российской императорской армии. Много есть работ о красной имелицах, крымских татарах, партизанах и так далее. До недавнего времени ни одной крупной работы по военному делу крымского ханства не было вообще. Все представленные на презентации книги были изданы в 2019-2020 годах. Сотрудники Крымского научного центра уже работают над новыми томами своих изданий, некоторые из которых увидят свет уже в этом году.